шалом еще раз дорогие друзья как видно как слышно буду рад видеть любые ваши комментарии вопросы я знаю что и задержка где-то минуту я хочу проверить все нормально все в порядке так влад косов напиши мне пожалуйста что все в порядке все видно все слышно здравствуй ирина сергей пишет супер отлично отлично итак дорогие друзья сегодня мы поговорим о шаббате говорят наши мудрецы что шаббат это источник благословения это источник изобилия что это означает это означает говорят наши мудрецы что любая духовная и материальная вещь которая есть у нас она получает свой корень свое питание от шаббата и из этого получается насколько важно соблюдать шаббат насколько это влияет на нас насколько мы должны знать правильно аллах от законы шаббата которые помогут нам получить от всевышнего максимальное количество изобилия максимальное количество радости счастья защиты духовных вещей изучения торы мир в семье деньги здоровья это все идет от шаббата и для начала я хочу вам процитировать то что говорит раби шимон бар бен юхай в берешит раба это мидраж он говорит сказала саббат саббат здесь женском роде иногда шаббат бывают мужском роде в основном женском сказала шаббат всевышнему у всех есть пара а у меня нет пары и сказал я всевышний я дам тебе пару твоя пара это еврейский народ то есть что значит у всех есть пару меня нет пара у каждого дня есть какая-то пара у понедельника вторник ну если если говорить более точнее начинается день саем решением решенто воскресенье до воскресенье понедельник у вторника среда у четверга пятница у субботы у шаббата вроде бы нет пары и всевышний говорит твоя пара это еврейский народ и когда всевышний давал тору народу израиля то всевышний говорит заходит тема шаббат лекот шо помни день саббат не для того чтобы его осветить и шаббат это как будто наша невеста которую каждую субботу мы встречаем и как бы женимся на ней то есть народ израиль это как муж и шаббат это как наша жена и кроме того шаббат называется от от это знак шаббат это знак который хранит нас от любой беды то есть тот еврей который соблюдает шаббат он всевышний хранит его от любого несчастья от любой беды поэтому очень важно знать законы шаббата их правильно соблюдать сергей фоменко очень приятно что вы любите тему шаббат я тоже и почему я объясню почему я люблю тему шаббат дело в том что говорят наши мудрецы что напротив каждой митвы есть определенная орган определенный орган и нашего тела да и если человек например не соблюдал какую-то митву или нарушал какую-то митву то орган соответствующий этому этой заповеди в будущем мире у него будет отсутствовать теперь что же такое шаббат какому органу он соответствует как вы считаете это вопрос пока что я жду ответ я вам расскажу что-то другое интересно что вы скажете кто-то знает что такое шаббат какому органу нашего тела он соответствует я жду пока появятся ответы думаю через минуту с божьей помощью не появится и пока что пока что я скажу вам что говорят наши мудрецы что одна из причин вавилонского галута это то что евреи не соблюдали недостаточно соблюдали шаббат и творец он хочет нам дать изобилие и то труба грубо говоря которая дает нам изобилие по которой проходит все изобилие к нам это шаббат и напишет сердце все правильно шаббат это сердце тот человек который соблюдает шаббат в будущем мире у него есть сердце а это самый главный орган и если нет сердца как человек может жить тогда поэтому очень важно нам построить сердце душа это то что дает нам жизнь духовная вещь я говорил о материальных органах душа это не орган поэтому ирина в данном случае более права что сердце это шаббат спасибо ирина за правильный комментарий сердце шаббат это наше сердце наше человеческое сердце и так дорогие друзья теперь как нам построить это сердце надо соблюдать шаббат и кстати говоря я слышал от нескольких раввинов что когда приходит к тебе человек который еще ничего не соблюдает и он говорит я хочу начать соблюдать заповеди вот я хочу изучать тору хочу соблюдать заповеди с чего начать понятно что если сказать ему сразу соблюдай все заповеди это нереально все равно что сказать человеку который может поднять там 10 килограмм подними 500 килограмм это невозможно человек сломается сказать ему что-то другое можно но что-то другое между какую-то другую заповедь но в основном все раввины все мудрецы говорят насколько я знаю что самое первое что должен еврей который хочет соблюдать заповеди начать соблюдать это шаббат и естественно в шаббате есть очень много различных сторон различных аспектов различных заповедей различных вещей связанных с шаббатом и нам нужно шаббат соблюдать поступенно и постепенно тоже невозможно сразу взять есть шаббат соблюдать как это соблюдает там в религиозном районе мы ашарим в израиле но наша задача это взять то что мы можем потихонечку и начать соблюдать шаббат я со начинаю я советую начать шаббат соблюдать для женщины зажигания субботник свечей для мужчин из кедуша зажигание свечей это такая процедура такой ведь это текис условно говоря такой обычай очень красивый и женщина которая это делает она привлекает сразу благословение в свою жизнь она может помолиться говорится что когда женщина молится перед субботними свечами то это называется это рацион это время как когда молитва наша благоугодно всевышний всевышний и принимает поэтому женщины если кто еще не соблюдает шаббат советую начать с зажигание свечей мужчина кедушки душ это освещение суббота это как бы мы коронуемся мы точнее венчаемся венчаемся или женимся на субботе помощью кедуша как я это понимаю интересно кстати говоря напишите здесь кто соблюдает уже субботу тоже соблюдает по максимуму как он может давайте так напишу кто не работает в субботу напишите кто не работает субботу напишите я кто не работает в субботу мы знаем что запрещено работать субботу это не так то просто россии но мы знаем что тем кто это делает дается благословение и всевышний им дает хороший заработок сергей фоменко пишет дети мои привыкли что и благословляют шаббат отлично и на написала и джи джи это я это понимаю сергей я не работаю сова отлично так кто еще из 44 кто не работает шаббат ирина я на правильно входить покой еще не умею с божьей помощью начале ирина мы берем внешние проявления митвы заповеди а потом это переходит на внутрь саша да я я л стараюсь соблюдать не работаю не пользуюсь телефоном интернетом отлично великолепно я борислав пишет виктория пишет да соблюдать шаббат отлично ну я очень рад где-то сейчас уже человек десять написала что до соблюдает елена пишет валентина вне закона наташа блау соблюдает отлично очень рада вас тот кто соблюдает знаете что всегда можно улучшить соблюдение шаббата таким образом получить дополнительное благословение а тот кто еще не соблюдает например работает шаббат знаете что мы начинаем потихонечку и всегда можно что-то добавить что-то сделать или не сделать такого в шаббат что дает нам благословение что соединяет нас с творцом то есть шаббат и такой канал прямой как любая заповедь которая соединяет нас творцом и чтобы подключиться к этому каналу нужно правильно соответствии с волей творца соблюдать заповедь как соблюдать эту заповедь божьей помощью мы начнем изучать следующий раз через неделю что вам хотел сказать один из рассказов которые я помню что одна семья у них родился не у нас не а нас не а нас будет сказано больной ребенок у него была проблема с сердцем и в те времена это были времена хафецхайма никто в их местечке не знал это была польша сколько я помню никто из докторов местных не знал как можно помочь этому ребенку и семья взяла карету поехала в далекий город который находился на границе больше белоруссии и там они встретились самого большого самого знаменитого именитого врача пока что ответ я скажу свечи сжигают сам ником никому это правильно да саша правильно и надо научите меня пожалуйста буду стараться потому что все правильно сильно любого его закон великолепно и да значит продолжаю рассказ и они пришли к этому врачу и врач посмотрел ребенка сказал дорогие родители к сожалению делать нечего месяц остался жить ребенку я просто поселим в данной ситуации и родители пошли слезами на глазах пошли домой и по пути кто-то им сказал слушайте а что вам мешает зайти на с вопросом к хаффетс хайм в ради них как раз по дороге домой вы можете зайти к хаффетс хайм и спросить его вопрос может быть он даст вам какой-то ответ что от вас не будет это вам по пути они говорят конечно мы зайдем хаффетс хайм зашли они к хаффетс хайм и хаффетс хайм выслушал их проблему дал им благословение сказал дорогие друзья и евреи мы знаем что шаббат это источник благословения поэтому дорогие мои евреи если вы хотите чтобы ваш сын был здоров я ничего не могу обещать но я знаю что всевышний дает благословение через шаббат поэтому возьмите на себя что-то что вам поможет лучше соблюдать шаббат это бы евреи уже соблюдающие шаббат на каком-то уровне и они решили взять на себя принимать шаббат раньше они начали это делать каждый шаббат они получаются 4 шаббата в течение этого месяца они принимали дальше не приняли себя что постоянно всю жизнь они будут принимать этот шаббат раньше и о чудо ребенок после этого месяца который обещал врач продолжал жить прошел год и ребенок был жив они пошли к этому врачу показали этому специалисту ребенка и ребенок был здоров и этот врач был в шоке он говорит зачем вы подменили ребенка я вам не верю начало не кричать что такое зачем вы меня обманывать но мы знаем что так было и на самом деле шаббат источник благословения соблюдение его помогло огромному количеству евреев я вам желаю тоже взять на себя шаббат чего напоминаю кедуш обдала для мужчин если женщина без мужчины она сама это может делать зажигание субботних свеч для женщины и те кто уже это делают может добавить молитва если не можете молиться в меня не в форуме 10 человек молитесь один возьмите купите сидур достаньте сидур можно распечатать есть просто напишите сидур с транслитерации или сидур на русском языке вы сразу можете найти есть сайты где вы сможете найти нужную информацию понятно что по телефону нельзя молиться шаббат потому что запрещено пользоваться электронными электрическими приборами даже телефоном кстати говоря я знаю что в америке насколько я помню один из профессоров обнаружил что человек который делает передышку от электрических приборов в день он как бы обновляется и шаббат это воля творца соблюдать шаббат поэтому тот кто его соблюдает он получает скажем так подарки со стороны которые он не ожидал в виде здоровья видя спокойствие и виде благословения в заработке и в изучении торы и в молитве в отношениях в семье не мир и дом преображается когда человек начинает соблюдать шаббат наташа благо пишет для еврея все начинается с шаббатом мне всевышний дал испытание обрела шаббат лично наташа очень рад за вас и я желаю на самом деле всем евреям которые слушают нас начать соблюдать шаббат если кто еще не начал а кто уже начал углубить соблюдать шаббата соблюдать еще больше всегда можно больше в шаббате и вообще в любой заповеди нет предела чтобы вы знали любую заповедь можно соблюдать все больше и больше и лучше и та заповедь которую мы должны изначально взять на себя это шаббат я вам желаю в этом большой удачи будьте счастливы пишите комментарии делитесь этим видео друзьями и всего вам доброго